Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Как бы третья это точка невозвращения Если мы заходим в третью, все это респаун Вот это надо обозначить в начале Мне кажется, подкасты для слушателей Ну или мы уже это сделали, да? Мы это уже сделали по сути Помнишь, когда было слово «пишемся» вот с тех пор? И когда мы начали про Лешу говорить Ну точнее про его обсуждение его Ты можешь передать привет кому-то, Маше, Лере Высокосовой, если хочешь Да, могу, или Ивану я хочу передать привет Иван Ивану Передай Передаю привет Иван Ивану Он самый лучший модер на каналах в Ютьюбе Нифига Вот это неплохо было сейчас На Твиче еще я не видел его модерку На Твиче я пока не разобрался, как модерку давать А, подожди, модер в смысле модератор Я думал, самый крутой модер Думаю, нифига, у Айвана столько хобби Нет, модер, он не модер, думаю А было бы интересно вообще, кстати Ну, кстати, я бы посмотрел Я бы поиграл Давайте подкаст про Ивана сделаем Судя моего жизни Хорошо, я запишу себе тоже, как гештальт Кончится подкаст этим Ну, слушай, пока ни слова про Якути Или Марио, хорошо, идея Да, ну, про Марио надо что-нибудь сказать Ну, там будет как дум 64, там и пойдет что-то Кстати, когда начнем обсуждать историю создания Там как раз про Марио можно будет сказать пару слов Первый мой вопрос был Есть ли люди, которые не очень хорошо знают, что такое дум? Наверняка они слышали Ну, это как слово говно Как бы ребенку там исполнить 3-4 года Он сразу слышит это слово Я лично таких знаю Знаешь, которые не очень хорошо представляют, что такое дум? Да У меня есть несколько знакомых, которые родились просто в конце 90-х И они не застали дум, что называется, вовремя А сейчас в него не играют, потому что это говно мамонта Да, да Вот тут у меня отлично Ой, какой хороший пойнт У меня как бы в голове сформировалась такая мысль, что есть некий пул игр Которые, несмотря на то, что они родственники мамонтов по возрасту Люди, под которыми, я понимаю, новые поколения Которые родились уже задолго после бума этих игр и всего прочего Они все равно неплохо представляют, что это такое Там Doom, Tetris, Megaman Ну, на уровне абстрактного представления, что это какая-то стрелялка, которая выглядит как говно с телефонов Оно, конечно, есть На уровне YouTube роликов вполне возможно А вот более конкретно понимать И тем более щупать самостоятельно Ну, сейчас уже есть те, кто до этого не дошел Конечно есть Макс, ты все равно каждый раз удивляешься, что есть какие-то люди, которые не играют в старье Ну, которые играли в старье То есть, ну, я не знаю, родился ребенок Вот, я не знаю, в 2016, например Вот дозрел он, там, в 15 дозрел он до 7 лет И как бы думает, я хочу играть в игры, у меня есть комп Он будет играть в новый Doom Ну, и идет в Fortnite играет Он идет играет в Fortnite и как бы там Ну, все, он же шарится в интернете, что-то слышит Ну, не 7, а может 10, хорошо Слушай, чтобы уже узнать этому ребенку про Doom Ему нужно реально заинтересоваться видеоиграми Он может просто сидеть, играть в Fortnite и кайфовать И считать себя геймером И не слышит никогда Doom И когда там ходит Doom Eternal, например Он всяко видит рекламу Да, вот он будет играть, если только в такое, да Да? Он будет играть в Doom Eternal, чего он все равно не зайдет в Steam И не посмотрит, что такое Doom Или не зайдет, я не знаю, в свой телефон Ну, увидит пиксели и скажет, ну, окей, типа Да нет, даже на самом деле, опять же Если он заинтересуется тем, что такое Doom Eternal Он зайдет посмотреть, что такое Doom И увидит Doom 2016 года И дальше не пойдет искать Потому что у него название Doom Да, ну, даже если он увидит Это пиксельная игра Ну, понятно, игра из, типа, Мамонт Как сказать, из Леди... Из Озойской эры Зачем мне сейчас в это пробовать? Даже если он захочет попробовать Посмотрит на Ютьюбе, что он будет качать это Или покупать Подожди, а дети не играют разве в пиксельные игры? Они не играют в какой-нибудь, там, Enter the Gungeon? Есть только современные, я думаю, играют Современные? Ну, они же Всем пиксельные Они не играют в Roblox какой-нибудь? Если это распиаренные какие-нибудь игры Типа, там, Enter the Gungeon, да Roblox не пиксельный Dead Cells там Да, 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 вот в это все Их же там пиксели не пугает Почему их должен испугать Doom Или квака там с Raytracing Слушай, а я, кстати, не знаю почему Но по факту пугает По факту пугает Это факт, да? Угу Как бы я далеко не раз И видел, и слышал вживую Как бы, да, вот заявление О том, что, типа, мне в целом Плюс-минус норм смотреть на современные поделки Которые чем-то похожи Но, типа, вот на оригинал я что-то даже смотреть не готов Возможно, еще отличие все-таки геймплейные Потому что все-таки эти игры адаптированы Под современную динамику Современных геймеров Там, прогрессия, всякое такое И Doom запускаешь Он довольно архаичен Для современных игроков Fortnite, например Особенно, если ты Счупаешь оригинальный Doom Без накачанных каких-нибудь На него сверху модов И ты просто понимаешь Что ты на WSD ходить не можешь А мышка у тебя даже вверх не позволяет смотреть Типа, как в это играть вообще? Во-во-во-во, кстати, да Вот как играть без мышки, реально? Не, там с мышкой можно играть Но ты мышкой, когда пытаешься вверх смотреть Ты вперед идешь А тебе не надо смотреть вверх? А ты попробуй это объяснить человеку Особенно на фоне того, что монстр находится выше Или ниже А ты не можешь, как бы, пошевелить курсором Никак, да? Еще и прицела нет у тебя К тому же по центру экрана А как ты вообще, куда ты стрелять должен? И вот это вот отсутствие вертикальности В современном ее понимании, как бы, да Это, ну, для многих это правда проблема Абсолютно точно Абсолютно точно Если бы я сейчас никогда не видел Doom И запустил его И у меня не работает WSD Нет прицела И до меня вдруг доходит, что в игре нет вертикальности Я бы тоже удивился Не, в игре есть вертикальность Она просто работает совсем не так, как ты ее ждешь Там еще и прыгать нельзя Для меня вертикальность, как бы, это игра, которая Это, ну, Duke Nukem, например Вот отсюда у меня уже вертикальность Для меня Doom все-таки игра С очень ограниченной ее концепцией А вы играли, кстати, в Duke, когда еще не было мышек Что надо было поднимать взгляд по кнопкам Да А там при этом работало, ну, как бы, автоприцеливание Как в Doom, по вертикали автоматическое Поэтому можно было и без него играть, в принципе, без особых проблем Ну, все равно там иногда враги были очень высоко Там всякие уровни, кстати, с этими высотками огромными А обычно там тебе джетпак дают, поэтому нормально Окей, тогда у меня вопрос Прямо четко по схеме Че такое Doom? Игра такая Это вот все, что ты скажешь Вот, как бы, учитывая все наследие, которое есть Все книги, которые есть И все вот то огромное значение, которое скрывается за этим словом Да не знаю, Doom, мне кажется, это чуть ли не самая известная видеоигра на планете Ну, и при этом И самая культовая, наверное Есть Tetris и есть Minecraft, поэтому Doom нет Ну, один из... Ну, знаешь, самых влиятельных, думаю, точно Как бы, я бы сказал, наверное, что Doom Ну, собственно, это отец современного шутера Это, наверное, самое главное, что о нем нужно знать Потому что до него, конечно, были трехмерные шутеры И были, в принципе, типа трехмерные игры, да Но именно Doom показал, что шутер может быть дико динамичным Веселым и драйвовым И, собственно, он на долгие годы вперед задал все тренды Ну, не зря долгое время, собственно, говорили не шутеры А игра в стиле Doom И это длилось, ну, где-то до конца 90-х, наверное, до выхода Half-Life точно Я думаю, все, что было в Doom первом, оно все стало в итоге... Все воспроизводилось потом Движок, оружие, набор, вообще динамика, враги похожие То есть все было воспроизведено в дальнейших играх Кстати, ростер оружия, правда, действительно То-то-то и все, и в конце Вандервафля какая-нибудь убийственная Да, пистолет, дробовик, бензопила, то есть Рокет-лаунчер, да, там И плюс даже структура уровней, по сути, такая Да, то есть несколько эпизодов, потом босс То есть это тоже очень долго воспроизводилось в таком Но это Doom не сам тоже придумал Да, это все-таки фишка не Doom А и даже в Ульфенштейне было И, по-моему, даже в Хавертанке было, если не ошибаюсь, так же В Ульфенштейн точно структура уровней из-за шеевого подхода А ростер это думовская штука, потому что в Ульфе был очень ограниченный Там сколько, пять слот всего Без Вандервафля Непродающий звучит Отец всех шутеров этого маловато Зачем в него стоит играть сейчас? Он до сих пор отлично работает Вот это самое интересное Для меня вот многие, например, современные шутеры Передума Тернелла, я смотрю на него Для меня вот он перегружен всем Сюжетом, какой-то прокачкой, оружием, врагами Вот этим ближним боем А включаешь первый Doom И он для меня вообще вот Я чувствую себя прекрасно в нем Потому что я вот работаю в нем Как сказать, я плыву в нем, понимаешь? Там ничего лишнего нет Это как произведение искусства какое-то Ой, а можно я тебя расспрошу поподробнее Раз такой дедуля? Я? Ну это одна из моих любимых игр с детства Блин, у всех она Все, кто играл в детстве в Doom Его все любят Ну в плане вот я до сих пор к ней возвращаюсь Постоянно и играю в него И просто радуюсь Просто находясь там Естественно Вот прогрессия тебя реально кажется перегруженной То есть тебе прогрессия кажется отдельным элементом Который, например, вот Ну не очень хорош нынче В шутере, например, нужен Ну меня вот он утомляет почему-то Мне вот именно от шутера Нужна именно динамика, наверное, да И стрельба, вот именно чувство от оружия, от убийства Вот это классно, конечно Когда ты валишь больших жирных врагов С дробовика Это прям хорошо То есть мне нравится там даже Call of Duty Или там даже какие-то сетевые шутеры Я с удовольствием играю Но я в них не могу долго как-то играть То есть мне хочется возвращаться к тому У меня всегда не хватает динамики Вот именно чисто стрельбы Бегать по уровню и мочить Хотя, кстати, в Doom довольно много И элементов исследования То есть там очень легко заплутать И там особенно на поздних уровнях Там прям начинаются какие-то РППГшные практически элементы исследования Искать эти ключи Так, это был ответ Зачем в него играют Алды Кирилл у тебя Ой, простите, пожалуйста Серхио у тебя, по-моему, был тейк Зачем в него играть Сейчас В смысле не старым пердунам А молодой поросли Люблю, есть игры, которые плохо состариваются Думаю, состарился отлично Он до сих пор работает Вот Кирилл очень точно заметил, что здесь нет ничего лишнего Но я немножко бы довернул этот тейк до того Что Doom это основа Все последующие шутеры Они реально же берут все равно Плюс-минус все то, что было уже в Doom'е И просто пытаются на это накрутить что-то сверху А если ты отбросишь все финтифлюшки То у тебя ядро останется думовское И вот это, мне кажется, очень показательная фигня Которая, ну как бы, что игры даже спустя 30 лет до сих пор не могут сделать Вот чисто ядро игры круче, чем это сделал Doom Да, вот с этим согласен Все последующие революционные шутеры Это Doom и к нему что-то прикручено Да, пожалуй, да Ну то есть реально Дюк Нюкен, да Который вот там прям все дико хвалили Когда он вышел за революционность и все прочее Это Doom с вертикальностью Half-Life Half-Life, да, еще Сюжет, там, иммерсивность Half-Life, когда вышел еще два года спустя после Дюк Нюкема, да Это Doom плюс сюжет Ну и далее, если так смотреть Тот же самый Unreal Tournament, да, например Который, ну, собственно, провел революцию в жанре сетевого шутера, да Но это же реально как бы, ну это тот же Doom Только у тебя просто больше пушек А чуть-чуть приятнее мувмент Потому что ты еще прыгать и приседать умеешь Сразу в душу камушек кинул Он теперь обрастет мхом и будет там прорастать умение Ну это по факту так, как бы, ну Да нет, все правильно, конечно Я с тейком, что все шутеры это Doom И Quake тот же самый, тоже на самом деле Это, как бы, Quake это Doom, только Quake Только с трехмерностью Нет, ну если вы хотите прям так Если мы начнем причинно-следственные связи Искать к древу, к источникам То, ну, Doom, так да Это проапгрейженный вульф Он просто настолько сильно проапгрейженный Что вульф можно уже не считать И вот это вот тоже очень занятная фигня Потому что, ну это как, блин Это как с хоррорами, с ебаками Те, кто в теме, знают, что ебаки были еще в конце 90-х и в начале нулевых А при этом, если бы не амнезия, таким популярным жанром бы не стал Вот Doom ровно та же фигня Я к этому так и отношусь Ну и все-таки очень сильно отличаются Нет Очень сильно отличаются Очень сильно отличаются Вульфенштейн для меня и Doom очень сильно отличаются Вот тут я буду спорить, Песос? Именно стилистически Потому что я, когда играл в Doom Я ощущал себя, блин, на планете Какой-то Марс И каждый там уровень у нас Передает особую атмосферу Музыкальную То есть ты погружаешься в этот мир, реально А вульф он очень условный То есть ты всегда в одной, как бы, стилистике там играешь Ну, я имею в виду дизайна уровня, как сказать В цветах, враги А тут прям ты погружаешься дальше в этот мир, там, в ад И там уже начинается совсем какая-то дичь в конце Но это популизм Если ты посмотришь на техническую сторону То Doom это технический проапгрейшенный вульф Ну, блин, ну я просто именно про эстетику говорю Ой, ты в такую сейчас сложную тему лезешь, Макс Что я бы тебе не советовал даже начинать этот разговор А я готов знать, почему спор, заебись А Серхио правильно сказал И сравнил с хоррорами А фишка Doom здесь не только в том, что он Во всех аспектах прибавил Начиная от нормальных, ну, вот этих стен Круто сделанных Начиная от, там, крутого его роста оружия Графоний там был гораздо мощнее И куча-куча технического всего Но в ядре, даже в структуре уровней И в структуре секретов во многом Он, ну, очень хорошо видна связь между вульфом и думом Дум стал популярным, безумно Именно за счет своей эстетики За счет много всего, в том числе эстетики, безусловно Эстетика великая Это действительно, ну, вот комбинация элементов Ну, с детства я очень сильно Мне не хотел возвращаться в вульф, что я после дума Естественно, безусловно А, ну, как бы, если брать такое ядро Ядро было в вульфе Не в хавертанке, я бы сказал Ну, да, нет, ну, никто не говорит Никто не отрицает Я просто говорю, что они очень сильно отличаются Для меня за счет эстетической части У Серхио, наверное, есть комментарий Он мне пояснит, чем я не прав в этом тейке Ну, в том, что ты говоришь, что Doom Это вульфенштейн 2.0, грубо говоря Там все гораздо сложнее Ну, не 2.0, 5.0 5.0, наверное Там все вот прям в разы сложнее Потому что, опять же, если ты почитаешь Особенно там про Всякие нюансы про разработку и так далее То там просто, ну, они абсолютно разные Вот прям принципиально разные вещи в них сделаны Если читать нюансы про разработку Я думаю, разница между Unreal Tournament первым И Doom'ом тоже велика Но мы упростили эту идею До того, что Unreal Tournament это фактически Doom И мне кажется, эта идея абсолютно верна И вообще, мне кажется, тейк О том, что все шутеры от первого лица Это Doom плюс что-то еще сверху наверченное Это, ну, аксиум Наверное, поэтому мы обсуждаем Doom В то же самое время я, ну, четко вижу Что своими корнями Doom уходит в вульф Ну, и, собственно, в книжках Разрабы это не скрывают Да, это, в общем-то, и сами идовцы никогда не скрывали Ну да, никто и не спорит с этим Я просто говорил именно, что для меня Это очень большая разница между двумя игр Но она, правда, очень существенная И я понимаю, почему Doom стал культовым А Вульф, типа, ну, как сказать, в узких кругах остался Doom стал не культовым Doom стал ультрамассовым Это был самый мейнстрим такой, что Грек Араки называл свой фильм Поколение Doom Generation Имея в виду не рок погибели Не Doom Metal А имел в виду именно игру It's Software То есть поколение игры Doom Это огромный фильм, который не имеет отношения к Doom вообще никакого Но назван так, потому что Doom это символ эпохи Это, блин, это, блин, больше, чем Нирвана Больше всего Господи, больше, чем Рональд Рейган Ну не больше, наверное, но наравне точно Ты знаешь, при всей моей любви к Нирване Наверное, Doom еще больше Именно, знаешь, как, если его сравнивать с болезнью С какой-нибудь раковую опухолью Он оставил после себя больше следов Чем Нирвана Нирвана, конечно, безусловно, изменила музыку Очень сильно отношения, влияние После нее вымерла куча жанров Ну не куча, несколько, парочка точно Там трэш-метал, ничего кроме Пантеры не вышло толком И, ну, общее движение на смягчение звука пошло Глэм рокеров перестало водиться Да, Гранша, Билл Глэм, это мем уже И все такое Но Doom оказался какой-то совсем бомбой просто В головах И прикольно, что он отхитрился выйти далеко за пределы видеогейминга Вот в свои середины 90-х Когда, ну, видеоигры, несмотря на свое развитие Все равно это была достаточно нишевая штука Если мы сейчас еще, несмотря на доли рынка И все прибыли, люди говорят А, игрушки, зачастую, то тогда, ну, это было очевидно И Doom, тем не менее, все равно смог Дежурное напоминание, что в рекламе Doom снимался Билл Гейт Да, Вульф такого никогда не мог бы сделать Вообще про Вульф я хочу отдельно Это первая игра, которая у меня была на моем компе У меня была Дэнди, в которой я играл до седьмого класса И комп, который был, ну, очень старый Он был, там, ну, с 95-й виндой А, то есть, когда уже у всех было что-то цивильное А, я еще был в глубоком ретро И единственные игры, которые у меня были, это Марьяж и Вульф И я его задорочил, ну, просто от и до А Марьяж? А Марьяж нет! В Марьяже я сосал Я, кстати, тоже Как я сосал в Марьяже, я не сосал даже в Dark Souls То есть, ну, нигде Никто меня так жестко никогда не обыграет Dark Souls от мира карточных игр Ты знаешь, Dark Souls — это Марьяж от мира Метроидвани Или там, как его правильно Protection RPG Да, точно, точно Марьяж лайк игры Вот, я поэтому, ну, мне всегда обидно, что его сбрасывают со счетов Я понимаю, что это не ровня Doom, безусловно Там, что бы он там ни сделал, каким бы он крутым не был Как бы история все уже расставила за меня Но все равно какие-то вещи у него были крутые И, ну, это все равно, очевидно, базис для Doom Ориентир и... На самом деле, знаете, что я вот хочу на этот счет сказать? Вот Кирилл тут все топит за то, что Типа Doom берет эстетикой, которая у Вульфа была хуже А мне кажется, не в этом секрет Главный секрет, почему Doom, как бы, запомнился всем гораздо больше, чем Вульф Это его скорость И это вот как раз то, к чему я вел, когда говорил, что Не надо их напрямую сравнивать Потому что Одной из самых главных революций, которую сделал Кармак в Думе Это он сделал движок, который позволяет очень и очень быстро работать игре Собственно, ну там же реально в том же самом 92-м году еще вышла Ультима Какая-то, не помню, какая именно часть Которая как раз была полностью трехмерная с видом первого лица Да, но в итоге ее сейчас никто не помнит, кроме прям хардкорных фанатов А все помнят Doom Потому что Doom брал именно своей дикой динамикой Аналогов которой, в общем-то, можно было встретить только в аркадных залах И вот это вот, мне кажется, это прям самое главное, что привнес Doom вообще в жанр Плюсану, однозначно Да, и во всех книжках написано, что Ну, на PC-шке такого никто не делал Они же еще пытались Nintendo впарить Что они могут их игры перенести и пытались с ними сотрудничать Это было задолго до, все-таки, это чуть ли не 89-й или 90-й год, не помню точно Это еще история про Коммандер Кина Но это тоже очень показательная фигня, как бы, да Про то, что как раз, ну вот как Кармак, собственно, пришел к тому, к чему он пришел в Doom То, что он придумал как раз вот систему Как она называлась-то, не помню точно Адаптивного скроллинга, по-моему, если не ошибаюсь, как-то так Что до этого все игры, как бы, на пике выходившие У тебя был экран, и ты действовал в рамках экрана И когда ты выходил за его границу, у тебя просто перезагружался весь экран целиком А он сделал то, что было до этого доступно только на консолях И только на консолях от Nintendo, причем Собственно, вот этот вот скроллинг плавный, который был в Марио И они же тогда выпустили этот Super Mario in World of... Блин, не помню точно, как там называлось Ну, короче, суть в том, что у него прямо в названии было сказано Что, типа, мы нарушаем копирайты И они вот эту вот версию отправили в Nintendo Nintendo им отказал, они такие Ну, хрен с вами, и выпустили Commander Kino Примерно чуть-чуть позже после этого они начали разработку Вульфа Вот, в котором как раз они вот эти наработки Немножко переделали именно по трехмерности Очень условную на тот момент Потому что вот в Вульфенштейн это 2D игра А вот Doom это, наверное, первая вот полноценная именно шутер трехмерный Ты знаешь, что-то везде написано, что он все-таки не полностью трехмерный Нет, он трехмерный Это как раз чувствуется в том, что Как, например, траектория ракетов обсчитывается То, что ты не можешь залезть на определенную платформу, но ты можешь с них слезть Что ты за счет ускорения преодолеваешь определенные расстояния в прыжке, грубо говоря При том, что прыжка как такового нет Именно вот эти вещи позволяют сказать, что все-таки речь идет о трехмерности Просто за счет того, что у тебя нету вот полноценного трехмерного обзора в базовой версии Принято считать, что это вот 2D Но это неправда Я просто как раз смотрел достаточно большое количество видосов от разработчиков Которые объясняют, почему Doom является первым трехмерным шутером То есть это правда Вот даже сейчас везде читаю и все пишут, что... Ну вот даже открыл прям третья ссылка Viewed from the top down, all Doom levels are actually two-dimensional И это неправда, еще раз повторюсь И везде написано 2.5D 2.5D подразумевается, что условно у тебя просто... Ну вот все, кто про это говорит, то что у тебя условно уровень может быть в принципе без проблем плоским И он при этом нормально будет играться с видом сверху Не будет И это вот как раз та самая интересная фигня Просто Кармак, опять же, там даже в коде можно увидеть, что изначально игра должна была быть полноценной, трехмерной И даже с обзором по вертикальной оси Просто во имя ускорения геймплея Кармак убрал это из движка А оно было Если интересно, я потом просто могу покидать видосы на этот счет, где как раз идет разбор Потому что Doom сейчас же полноценно доступен вообще всем, кому угодно И ты можешь просто скачать его исходный код и посмотреть, как он сделан И в исходном коде как раз видно, что он обсчитывается как трехмерная игра Я не настолько технически подкован, чтобы объяснить все детали Но есть видео, которые объясняют все достаточно подробно И достаточно на пальцах, я бы сказал Поэтому нет, это прям очень большой шаг вперед в сравнении с Вольфенштейном как раз Я точно с тобой соглашусь насчет скорости И что это была главная ярко заметная фишка Но я бы не сбрасывал слова Кирю в шлюзы, потому что... Не, я не сбрасываю Я к тому, что стилистика эта здесь очень и очень важна действительно Но скорость все-таки куда важнее Я ровно к этому вел Ну скорость, мне кажется, она скорее для развития дальнейшего видеоигр и шутеров прежде всего А эстетика и стилистика именно на... Ее качали ровно потому, что знали о том, что это будет дико скоростная игра в свое время Такой бы ли хайп вызвал Дум, если бы не стилистика? Я точно помню свои ощущения, когда я его увидел И я потом сравнивал с ощущениями, ну, других людей, которые они писали на форумах И которые всегда описаны во всех книжках и биографиях Книжках про Дум, биографиях Ромера, Кармака Все пишут одни и те же слова И они так или иначе, несмотря на возраст людей и на то, где они родились Они все коррелируют с теми ощущениями, которые были у меня И вот везде стилистика... То есть, если выбирать одно из двух, наверное, да Скорость ощущения динамики Да, я ровно к этому и веду, что как бы Стилистика тоже важна, но не настолько На мой личный взгляд Ну, просто сознательно я, конечно, об этом не думал В плане, когда я играл Но ты в Ульф при этом не возвращался В основном потому, что он был медленнее Не, конечно А не потому, что он был более серым Ну, я думаю, и потому, что серым Я помню рисовал этих монстров Для меня это прям было очень важно Для меня весь мир этот был очень интересен И важен Мне кажется, это очень... Ну, то есть, на популярность Думы Это, я думаю, огромное значение Я думаю, что да, комбинация факторов Скорость плюс вот эта еб***шая страшная стилистика Я, кстати, как человек, который возвращался в Ульф после Дума И возвращался в Ульф и после всего... И после Дума Тернул Ты должен сказать, что лично меня больше всего, конечно, смущают Гребанный левел дизайн Первым... Ой, В Ульфе, да? В Ульфе... Душноватый, душноватый Абсолютно Я вижу, что он устарел Ростера не хватает стилистика Динамика, безусловно Но, как бы, окей, разные шутеры бывают Не так страшно Но вот левел дизайн Особенно с определенного момента Начинает дичайше вымораживать Вот это то, что после чего хочется вернуться обратно в Дума В Думе особенно первые эпизоды, конечно, отполированные Просто блестящие дизайн уровней Первый эпизод должен продать тебе игру Он распространялся бесплатно Да, но самый первый эпизод вообще классика, конечно Как в Марио 1.1, мне кажется Прям потрясающе Там просто дальше где-то с третьего эпизода начинает появляться Ебать, где я теряюсь Это же фишка Это реально фишка Потому что ты Я понимаю Я слышу смех Влетаешь на первый уровень И ты чувствуешь, что как бы Ну ты, что называется, все понимаешь Здесь все логично Не смотря на то, что Он очень стилизованный на самом деле И когда ты начинаешь пытаться логически понять Что здесь вообще происходит И как устроены эти помещения Но это так не работает И Ромеро же прямым текстом рассказывал Что мы не пытались сделать реалистично Мы пытались сделать весело и драйвово Вот, и это была как бы, ну, достаточно важная фишка для Ромеро Потому что, ну, первый эпизод как раз он целиком делал Вот, а второй и третий эпизод Это уже все-таки больше работа Сэнди Питерсона Насколько я помню И он как раз хотел, типа, вот показать То самое спуск в ад, да Грубо говоря И чтобы ты это чувствовал Не только на уровне визуальном Но и на уровне левел дизайна Что ты все больше и больше теряешься Потому что это чуждая тебе логика И это отлично передается через Ну, вот именно через левел дизайн, мне кажется Вообще, какая же там великолепная сцена Когда впервые встречаешься с этим Господи, как зовут, монстр Который с копытами Хэл Барон Ада? Барон Ада, да Вот, барон Ада вообще потрясающий Когда ты идешь по коридору И они внезапно так появляются И ты первый раз их встречаешь И они тебя ебут Это круто Простите, дома Они тебя убивают И ты же знаешь, я его запикиваю И как бы ты никого не успеваешь оскорбить Потому что я встаю фильтром Ну, все равно, чтобы тебе лишнего труда не делать Он все равно будет Поэтому ты можешь не извиняться Если хочешь, извиняйся, конечно, я к тому Потому что ты не обязан Ну, в общем, эта сцена, я помню, я в детстве Просто вынесла Это было очень круто И даже сейчас Я знаю, что они сейчас появятся Есть какое-то ощущение Они еще и орут так круто при этом Ага, они же орут там вообще Блин, ну, кстати, саунд дизайн гениальный Ну, гениальный Там, в принципе, дизайн просто потрясающий Просто выстрелы, оружие, музыка Все это совместно Это просто, ну, это вообще великолепно Опять же, заслуга Карпака Только другого Я очень люблю Больше всего мне нравится Ты подходишь в одно из помещений А там, ну, не помещение А кусочек локации И там начинает мерцать свет Да-а-а-а Круто Вот, я потом увидел такое в Думе 3 И преемственность поколения Извините, я сам сказал, что мы не залезаем в Дум 3 И сам так сделал Короче, оно каждый раз работает Спустя 20 лет та же самая фигня Ты до этого бодро шел Там, шел в темноте Шел не в темноте А вот тут он начинает мерцать И фак Да, заметь, еще у каждого монстра Есть какой-то свой персоналити Там, именно как раз звуковой И вообще, как он выглядит То есть все очень сильно отличаются Ты знаешь, что ждать от них Один опаснее другого Разное оружие на всех Но популярен стал по-настоящему только один Символ, как бы, Дума Это только один из монстров Какодемон Какодемон Ну да, наверное, да Какодемон Такой милашка Да, вот к вопросу о дизайне А пинки я боялся, помню, больше всех почему-то Они такие опасные какие-то были Шли на тебя борзо так Хотя они на самом деле не такие уж Опасные вообще-то А у меня тоже такая фигня была в детстве Потому что они близко подходили И там еще бензопилой Надо было фигачить Да, да, они в принципе не опасны Но они просто и долго надо мочить Их лицо перед тобой Вот это вот Чавкающее И кровище И вой Там прям сквозь музыку Ты слышишь только вой Музыка пропадает Только бензопила и вой И оно в мозг, конечно, хорошо продавливается Окей, так Фестиваль олдов Хорошо Я все еще хочу поднять Что там может найти зумер Извините, что я сегодня Ну я не знаю Мне кажется, мы много уже описали Что мы там найдем зумер Мне кажется, что это просто вот Как Back to Basics Только ли В данном случае Вот А второе На что я еще хочу Вот обратить внимание Кроме Back to Basics Да Это Совершенно потрясающая поддержка фанатов На протяжении вот уже 30 лет Вот это, мне кажется, еще очень важная фигня О которой, как бы, многие забывают Сообщество модов живет до сих пор И моды на нее выходят такие Что, собственно, ну вот Опять же, хоть мы и обещали Не заходить на эту территорию Но Doom 2016 Это же реально просто Брутал Doom Да Но он вырос из него Мне кажется, об этом даже говорили Кто-то не прямо из топ-менеджеров Но кто-то из разрабов Но это стыдно было бы об этом не сказать Потому что это настолько бросается в глаза Что это невозможно отрицать Если ты играл в Brutal Doom Хоть в любую версию Хоть даже в раннюю какую-нибудь Ну, собственно, добивание Это же прямо, ну, оттуда То есть даже если не сказали Как бы поклон, он очевиден Они расписались в этом внутри Игры То, как теперь работает Берсерк, опять же, да В новых версиях Это же тоже оттуда А не из оригинального Дума В оригинальном Думе Ты просто наносил, как бы, панчи И у тебя чувак разлетался На кусочки мяса А вот чтобы ты Билл И тебе показывали Анимации прям отдельно Как чувак Отрывает половину Там, не знаю Какого-нибудь импа, да Или там Откручивает голову Условному там Зомби-солдату, да Это все оттуда пошло именно И как бы и при этом Кармак и Ромера Которые основывали И делали Дум Они вот именно Насколько я помню Они вдвоем именно Об этом сразу задумывались О том, что игра должна быть Легко модифицируемой Потому что Если ты предоставляешь Фанатам Возможность Делать что-то с твоей игрой Твоя игра не умрет никогда И, собственно, это вот Видно очень хорошо На примере Дума Ну и все-таки игра должна К этому, как сказать Предрасполагать Потому что Дум Хочется делать свои уровни Хочется им что-то делать Продолжать Он не хочет, чтобы он заканчивался Ну, насчет еще зумеров Мне кажется Тут еще важный момент Это, ну, Дум Стал таким Действительно поп-культурным феноменом То же самое Как вот слушать Нирвану Например, пойти Это штука из 90-х Которая непонятная Но она звучит так Как будто она сейчас записана И то же самое Дум Ну и вообще Как произведение искусства Это же, по-моему, уже Извини меня В мире, где один альбом Донда Продает целую платформу Нирвана не звучит Как что-то, что было записано сейчас Я имею в виду не качество А сам саунд Рок, извините, умер Ну, я имею в виду Он не звучит архаично Я имею в виду Это, то есть Ты сейчас включишь Маслайк Тин Спирит И тебе зайдет Типа любой, мне кажется Ну, относительно Любой возраст, наверное Я не знаю Мне так кажется То есть это заходит То есть если включить Там Фрэнка Сенатору С хода Может быть, не зайдет А вот Нирвана, мне кажется Заходит Ну, если ты, как бы В принципе, готов к этому Ну, я к тому Просто, что Ну, то есть Это не имеет отношения к делу Я не знаю Вообще Развитие Современной культуры Последних там 20-30 лет Ты неизбежно Просто натолкнешься на дум И, ну, должен кайфануть Или, по крайней мере Знать о нем существовании И почему это важно Ну, то есть Это реально веха В истории Современной культуры Ты ничего с этим не сделаешь То есть Если ты без этого То ты не можешь считать себя Тру-геймером Ты не разбираешься ни в чем Вот, что я должен сказать Ого Решпи На словах про Смелл Злайк Тин Спирит Плюнул в крышку гроба Скелет Курта Кобейна Почему? Который терпеть не мог Эту песню И ни разу не сыграл И я, кстати, думаю Что это преувеличено Это Ты все равно знал Что это великая песня Просто Нет Кстати, его бесило Что Он выпустили Очень крутой альбом Над которым Очень сильно работали В котором Очень много крутых штук Любопытных И Все вокруг Произносили одно и то же Ну, кстати, знаешь Прикол в том, что я С Нирваной Познакомился Вообще не по этой песне Очень долго Вообще впервые Послушал Уже знаю Эту группу Очень долго Ну, в плане Я слушал Там Come As You Are Heart шипбокс, мне очень нравились. Но вот я смысл «Актид Спирт» почему-то очень поздно послушал первый. Но это не важно, вообще это не в эту тему. Да, это было в топ. Если уж попробовать внести свою лепту в мир зумеров, то я бы сравнил «Дум» с «Сексом». То, что было придумано порядка пяти тысяч лет назад. Хорошо, да. А это очень простые движения, фрикционные. Но при этом они очень простые, достаточно тупые. Слушай, я не хотел бы, прости, не хотел бы, чтобы секс был как пятый какой-нибудь глава «Дум», где ты просто ходишь там и хуйняешь. Секс всякий бывает, как бы. Главное, компанию правильно выбирать. То есть «Кармак» — это CEO of секс. Ну и «Кармак», и «Ромеро». То есть это смесь такая, вот это, вот это. Несколько тупых движений, которые со стороны, может быть, смотрятся забавно, но они работают. И выполняя их, ты получаешь кайф и единение с чем-то или с кем-то. И когда с самим собой. И вот в этом плане «Дум» — он не надоедает. Душноты там много, будем уж честны. Особенно в конце. Да, но прошло сколько? Прошло две недели, такой «Ай, я вернул». А это, может, еще разочек. То есть, знаешь, после мастурбации тоже бывают ощущения так не очень приятные, но как бы люди в всем возвращаются к ней спустя сотни лет. И «К Думу» возвращаются спустя 30. Я думаю, что и через сто лет «Дум» выстоит. У меня нет никаких сомнений. Это вот на одном уровне для меня, как «Тетрис», там, «Супер Марио Брос». Это вот все такие вечные, вообще совершенно игра с новой всего. Вот это фанатское сообщество, которое продолжает модифицировать «Дум», придумывать «Дум» и являться таким негласным туннелем от одной части «Дум» к другой. Вот как интересно получилось после «Дума 3», вышел там «Думу Тернул». Вернее, вышел просто «Дум», который фактически «Брутал Дум», то есть мод на оригинальную игру. Только ли из-за этого 30 лет спустя продолжается эта франшиза не в плане того, что выходит новая часть, а в плане того, что она по-прежнему обсуждается, она по-прежнему на слуху. То есть люди ее знают, даже те, которые делись уже в тысячи десятые, потому что они о ней слышат. В чем секрет его долголетия? Мне кажется, «Дум» — это первая игра, которая стала, грубо говоря, рок-н-роллом для видеоигр. Я, наверное, вот так это мог бы обозначить. Кайфово. Потому что, собственно, это вот та штука, про которую знают все, которая дико популярная, да, и люди, которые делают игры, мне кажется, ровно после «Дума» наконец-то вышли и стали чем-то, ну, сродни рок-звездом, по сути, да. Потому что вот... Как Ромеро? Ну, как Ромеро, да. Карма, конечно, не настолько, но тем не менее, все прекрасно знали, что они оба там на дорогущих тачках раскатывают, встречаются с фанатами реально, вот как полноценные рокеры, да, дают автографы и все вот это прочее. То есть это правда очень и очень мощный культурный феномен, аналогом которого в музыке я бы, наверное, «Битлз» назвал. Я понимаю, что сейчас Макс очень тяжело вздыхает, потому что он терпеть не может «Битлз», но ты не можешь отрицать их влиятельности. Не могу, я надеюсь, что там будет «Моторхед» или «Блэк Сэббет». Нет, «Битлз». Потому что, сори, но «Битлз» важнее. Я не буду сразу, то есть я обязательно посрусь, просто не сейчас. Это вот... «Let it be». Заметил? Я сдался на этой фразе. Да, это вот... Это ровно как «Резидент Эйвел 4». Тут я спорить даже не буду. Нельзя отрицать важность. Нельзя. Это вот реально вот прям тот момент, когда ты просто... Ну, ты не можешь спорить с фактами. Вот. Тебе может не нравиться, ты можешь ненавидеть, ты можешь скрипеть зубами и так далее, но ты не можешь отрицать значимость. И вот мне кажется, здесь именно «Битлы» должны быть. А Элвис? А чё Элвис? Рок-н-ролл? Мне кажется, Элвис не настолько взрывной был. Б**ть, я пытался. Не-не, ну... Давайте не будем про это. Ну да, вообще. Нет, хорошо. Нет, вообще хорошо. Почему? Сравнение про рок-н-ролл считаю идеальное. Если «Битлз», ну, б**ть, надо уметь переступать через собственный труп. «Битлз» значит «Битлз». Фак. «Битлз» начинали как рок-н-ролльная крутая группа, если что. Хороший. Ну, важнейший коллектив в мире. Не только рок-музыки. Ну вот да. И вот «Дум» просто — это тоже, это не только важнейший шутер, это один из столпов вообще, в принципе, современного гейминга, мне кажется. То есть не только вот его поддержка модами, а сама волна была настолько огромная, что в круге от неё и её сила, она до сих пор ощущается. Плюс я думаю, что для того поколения, даже, наверное, для нескольких, я помню, не знаю, все 90-е это был «Дум» реально. То есть мне кажется, вот растут люди, и то есть дети там говорят, и их отцы всегда будут говорить про «Дум». То есть видеоигры-то ассоциируются с «Думом» очень многих людей. Мой батя будет всю жизнь вспоминать то, как он играл в «Дум», для него всё время, помнишь, мы в «Дум» играли там, типа. То есть это прям основа вообще всего для целого поколения, тем более для «ПК-геймеров», которые были в России преимущественно «ПК». И типа она проникает дальше, идёт, и люди всё равно растут, они могут вообще никогда не заходить, вообще не играть даже в шутеры, но всё равно они как бы растут в сознании того, что «Дум» существует. Ну, думаю, да, если ты как бы в игровой культуре, не маш бы её, простите. — Маш, если что, это очень окупилось. — Да, это продолжает окупаться. — Совершенно потрясающий тоже пример того, как чуваки на голом энтузиазме пиццы и пиви умудрились создать огромнейшую просто медиафраншизу. — И чем всё кончилось? — Окончилось ли, опять же. — Ну да, всё вообще-то продолжается. — Да, это тоже красиво. Я думаю, Серхио мне введёт немножко другое. — Ну как для Ромеро, наверное, да. — Не, ну лично для них, ты имеешь в виду, и для франшизы? — Ромеро прекрасно себе в Ромеро Геймс сейчас живёт, ничего не делает. — Да, он кайфует по жизни, чё, реально. — Продолжает кайфовать с «Дума», выпуская «Сигилл первый», и сейчас он же второй «Сигилл пилет». — Задерживая, я бы сказал, «Сигилл первый». — И однажды, возможно, он выпустит всё-таки второй, хотя я что-то сомневаюсь. Я просто видел его интервью, где он с Брэндой сидит, и вот Брэнда такая, но у неё энтузиазм дикий, потому что это прям полностью её проект. Я про последнюю игрушку. — Empire of Sin. — Empire of Sin, да. И у Брэнда бешеный энтузиазм, это прям... Мне понравилось? Извините, называйте говноедом. — Лучшая игра прошлого года твоя. — Ну не настолько. Но я получил приличную дозу удовольствия. Я даже подумал на Switch взять. — Ну, короче, Брэнда вся такая активная, динамичная, её прям приятно рассказывает, потому что она реально всё это продумывала, там куча всего. Ромеро сидит, почувствует бороду, и вот когда он берёт её за руку, ему хорошо, он чувствует и из-за неё радуется, и свою принадлежность к чему-то, а потом он смотрит в сторону, и это вот такой взгляд бы на Африка. То есть, знаешь, там читается, где-то я свернул не туда, а потом смотришь титры и понимаешь, что там, типа, special thanks for sound design, Джордж Ромеро. — Ну, Ромеро вообще какая-то достаточно грустная судьба получилась, если так посмотреть, да? У него же реально вот после Дума всё по наклонной пошло, и его до сих пор помнят ровно за Дум. — Я помню его за Дайкатану. — Ну, Дайкатану помнят не в том плане. Помнят за Дайкатану. Вот за Койк его помнить, в общем-то, невозможно, потому что там его уровней штук пять, наверное, а кроме уровня он там ничего и не делал уже. Вот. Про геймплей, про всё проще, вот эта вот синергия с Кармаком, которая у них была как раз же Кармак попросил Ромеро на выход. — И смешно, что именно Квейк стал одной как бы предтечей к этому. Может, конечно, это в книжке так красиво описано, но у них была партия ДНДшная, которая длилась уже месяцами. И там был огромный великий топор Квейк, и в конце они пришли к какой-то развилке, и как бы от решения Кармака зависело многое, а он решил рискнуть. И ему... Не Кармака, Ромеро, и Кармак ему говорит, Джон, ты понимаешь, что если ты сейчас как-то продуплишься и бросишь не то, например, все, что мы делали, и все, наше приключение как бы закончится. Говорит, да, да, давай, еб***ь. И как бы на этом все закончилось. Очень символично. — Красиво, красиво. — Да и Катана же, кстати, тоже у них ровно в этой паутке была. — И отдельно похихикал, потому что Ромеро, все, он самодостаточный мужик, которого топовый офис, где там в Техасе. Любые деньги, он настоящая рок-звезда, а вот он тянет все из прошлого, с тех времен. — Кстати, были ли еще такого плана, типа как разработчики, гейм-дизайнеры рок-звезды? — Американ Магии сходу вспоминается. — Магии. Ну, он как бы с ними, можно сказать, да, работал. — Который тоже из Дума. — Который как раз тоже в ItSoftware был, да. — Кодзима. — Ну, ты можешь назвать его рок-звездой? — Могу. Почему нет? — Кодзима, кстати, даже больше, но он ведет себя немножко как Джон Леннон. — Ну, мне кажется, он да, он ведет себя как-то... — Ну, как Джон Леннон, просто не как Ромеро, а не как говна. Не тот рок-звезда, когда, короче, не Мотли Крю. — Да, не Мотли. — Ну да, если совсем в сторону фриков смотреть, то, пожалуйста, Йокатара. — Ну, Йокатара все-таки такой перформансист. — Ну да. — Художник такой прям. — Йокатара, я бы сказал, чуть более нишевый чувак, как по мне, а вот, что Кодзима приехал в Россию и его позвал тут же Ургант, и ВКонтакте везде было, то есть это показатель того, насколько человек из Японии, один-единственный там гейм-дизайнер, у которого игры еще не на всех платформах выходили, поднял на уши всю страну, стрясая ее просто до главного канала этой страны. Я был удивлен, я знал, что, конечно, Хидео Кодзима, это вау, я не думал, что настолько он вне видеогейминга уже. — Да, он как-то, не знаю, даже когда так случилось, какой был переломный момент. — Когда из Канами ушел. — Думаю, что так повлияло. — Угу. Он ушел из Канами, основал собственную, и там тебе, пожалуйста, со сходу там Дель Торо, Триофн, все прочие, как бы, ну и про него просто заговорили именно на фоне того, что он стал просачиваться вовне, потому что у него какие-то непонятные ебаные трейлеры, при этом это еще и на кино все здорово похоже, ну и типа, о, Кодзима гений, Кодзима гений, смешно, мемчик. — А эти гении, мне кажется, начали говорить с пятого МГС, да? — Да гений, его еще раньше начали называть. — Начали говорить с мема, с одного-единственного видоса. — Как мем вот, понятно, что он там великий чувак, а вот именно как мем в интернете, мне кажется, где-то МГС-5 там, и типа, когда в титрах, там он себя по сто раз напоминает. — Это в Пейсвокере, по-моему, было, и вот тогда как раз пошло, потому что там его можно найти, и он там себя богом называет. — Хорошо, да. — Ну, как не он себя, в смысле, персонажи в его игре говорят, что Кодзима это бог. — Вообще вот, Ид Софтвер, они такие прям американские чуваки из девяностых, реально, как-то вот они олицетворяют какую-то вот ту культуру слэкеров таких. — Ну, сейчас уже нет. — Сейчас, да, уже нет. Я имею в виду то время. — Ну, тогда да. — Как герои фильмов, знаешь, типа Клерки там, или Линклейтеровских фильмов, что-то такого какого-то, знаешь, склада. — Они вышли из аркад, и это, мне кажется, очень хорошо чувствуется и в поведении, и в том, как они игры выстраивают. То есть там нет, конечно, таблицы с рекордами, но они вот всегда говорили, что Кармак, что особенно Ромеро, что вот мы, поколение, которые выросли на аркадах, вот сечем суть гейминга и готовы фигачить и на энтузиазм, и вообще, чтобы сделать крутую штуку, а не чтобы только себя попиарить. Хотя я без этого никуда. — Хайскоры-то они, к слову, выпилили буквально перед релизом. У них же были баллы. — Да, не выпили, я к тому, что там без хайскора нормально, в плане того, что потом пошли дэтматчи. — Это во-первых, а во-вторых, еще во самой игре же встроенный таймер есть, и прочие счетчики, которые как раз показывают, насколько круто ты играешь, все равно, даже не стоя на то, что очков нет. — И записывать можно ролики, и потом хвастаться спидранами. — Ведь это же тоже начало спидранов, начало киберспорта, это же вообще все положило начало. — Ну, это не самое начало, но это самый серьезный буст среди этой культуры, наверное, среди всех прочих. И плюс сюда мы берем, они запустили, не первые, но они сформировали спрос на шеуэ, модель распространения, опять-таки, потому что аркадное поколение, когда хакер, это было крутое слово, а они не люди, которые воруют боузером у боузера. Вот, тогда хакер это было, ну, это прям, блин, как у Гибсона, короче, практически дэтранеры. Что еще, спидраны, ну, соревновательный мультиплеер, это вообще, собственно, очень сильно повлияли на комьюнити игроков в плане того, что стали появляться активно, ну, там много факторов совпало в 90-х, и Riot Girl, и вообще повышенный интерес к феминизму, и Girl Power, а именно после Думы стали появляться серьезные, хардкорные женские комьюнити игроков в плане соревновательного. Ну, кстати, хороший тейк, да, действительно. Есть целая, целая статья, вот, про женские сообщества, как их, ну, пытались дискредитировать, и как они, в общем, фрагами и джипсами заработали себе право участвовать в чимпах, и достаточно интересно, как вот эта сцена, она тогда формировалась только. Круто, кстати, крутая история, я, по-моему, даже не знал этого. Да, я подумал еще, знаете, что там тоже, в принципе, очевидная мысль, что это еще и бустану ПК-гейминг после аркад, после консолей, да, что это, наверное, такая ПК-игра, которая стала вот именно по-настоящему крутой, как вы думаете? Слушай, она же портировалась. Ну, портировалась, но изначально, как бы, вот именно, мне кажется, ассоциировалась именно с компом. Это все потом, во-первых, а во-вторых, при этом большая часть портов, вплоть до PSX и Nintendo 64, они же были вообще никакие. Угу, на SNES ужаснейший был порт. И на GBA ужасный. Да даже на этот, как его, даже на Nintendo 64, да, как бы, там же своя другая версия в итоге. Да. Вот, а на Соньку, которая была, у нее было много проблем, она работала гораздо медленнее, чем на компе. Хотя, казалось бы. Да, и типа True Experience был на компе очень долго. Они, правда, бустанули по ПК-гейминг, прям очень хорошо бустанули. То есть, это хороший поинт, про который, ну, реально бы до этого не говорили, но вообще это важно. А что вообще на компе играли до этого? Во всякие текстовые RPG? Ну, в RPG-шке Ultima. В Марьяж. В Марьяж, да. Да. В Марьяж, реально играли. А в Поле Чудес не будем забывать. В Lions. В Pirates of the Perse я первый раз поиграл на DOS. Каратека была, Loadrunner был. И в Каратеку, кстати, я первый раз поиграл тоже на DOS. Вот, блин, представь, ты играешь в Каратеку, а потом Херак Дум. Просто заработать, а не ПТСР, а какую-то кататонию и лежать рядом с МакМерфи. Да, да, ну, в принципе, так и было у большинства людей. Умереть, это только крови из мозга. Да, да, в пальцы. Да, но я, кстати, очень хорошо помню свою реакцию, когда Half-Life потом увидел. Я потому что играл прямо тогда, когда он только вышел. И это прям был шок. Я орал, честно, мне мой батя подтвердит. Я просто орал. А можно батю в студию? Я хочу... Ну, блин, он не здесь, но неважно. Но реально, я прям помню очень этот реакцию. Мы играли, блин, в Doom, в Duke, а потом Херак, Half-Life. Извиняюсь, что не в теме, что-то мало про Марио поговорили сегодня. Вообще. А Якудзу, считай, не упоминали толком. В кои-то веки некуда впихнуть мне Якудзу. То есть, ну, чтобы это не было насилием. По-моему, неплохо. Мы расширяем горизонты. Я хотя бы сравнил влияние с Марио Брос, хотя бы так. Не, ну, потом еще вставили третьего Марио, который, кстати, End the Copyright Infringement, я вспомнил. Да, да. А есть что-нибудь, что вам не нравится в Doom? Лучше всегда бесит, когда вы возвращаетесь в Doom. Четвертый эпизод. Да, конечно. Здравствуй, Сэнди Питерсон. Нет, четвертый, это как раз же МакГей был и фанаты. А это, слушай, он его второй делал? Он делал большую часть второй, а просто этот четвертый эпизод после второй же вышел. А, точно, который из-за Flash Consumed. Это же дополнительный эпизод, который в Ultimate Doom был. это же Flash Consumed, точно, точно, точно. В оригинальном в Doom его же не было. Там чисто вот, что... А в оригинальном тебе есть что-нибудь, что тебя напрягает? Нет. Кстати, нет, наверное, реально нет. Мне, наверное, единственное, что там не нравилось, то, что боссов они, короче, перепутали во втором-третьем эпизодах. А, ну это смешно, да. Это очень, ну это смешно, если знать. Питерсон же прямо говорил, что, типа, почему так? Ну, лоханулись, че, бывает. А я горю всегда, как первый раз горю с уровней Сэнди Питерсона. Не со всех, но... Не, ну маги хуже уровня, ну согласись. Ну как хуже? Они вот другие, это важно. Да, я тут полностью согласен. Ну маги там, кстати, вот особенно во второй части, он там старался какие-то вот эти города воспроизводить, я помню. Ну там такое дрочило с этими порталами. Нет, слушай, я вспомнил, вспомнил Писос. Нет, Сэнди Питерсон рядом не стоил, я вспомнил, я буквально недавно проходил Flash Consumed, это Писос, это сасьва. Нахер Америка на маги. Да, это Писос, это реально. А я готов вам еще, знаете, что напомнить, что во втором думе, собственно, американский левел был, где ты ходишь по очень и очень узеньким полосочкам, буквально над пропастью. Узеньким полосочкам над лавой. Да, это оно чисто маги. Это вот это маги был, да. И на тебя нападают какодемоны постоянно с всех сторон. Ой, ладно, какодемоны, там Пейн Элементали в основном нападали, это еще хуже. Элемент, да, ой, да, это хуже. Ой, уже фу, фу. Он еще постоянно ревенантов ставил, чтобы тебе совсем жопу припекло, буквально. У Питерсона я просто терялся все время, и я до сих пор вот на одном левле все время теряюсь. Прям на полчаса, это так бесит. Прям у меня 30 минут, мне кажется, я такой один, который полчаса не может найти выход из Дума. Проходил много раз Дум, реально первый, но я всегда теряюсь, Дум-Дум, опять я потерялся здесь, типа знаешь, да, я думаю, ну как, ну я же помню этот уровень, ну почему я опять здесь потерялся? Это было такое, точнее всегда так, это почему тут. Вот, а маги, да, я вспомнил, Flash Consume P-SOS, это тяжело, короче, и разница огромная, конечно, в сравнении с предыдущими. Особенно с первой главой, знаешь, которая прям вылизанная вся, и потом вот в Flash Consume ты попадаешь и думаешь, это другая игра, что, кто это сделал, фанаты или что? Ну там же реально фанаты делали, там половина уровней даже не его, а именно фанатские. Они же тогда отбирали, типа лучшие карты просто и добивали их, чтобы типа новичок пускай что-нибудь доделает, там же тогда он не так давно только пришел, и вот он там и собственно зафигачил. Его же вообще брали чуть ли не тестером, я не помню. По-моему да. Окей, ну и финалочку какую-нибудь, я не знаю, топ-3 любимых шутеров из 90-х. Слушай, ну это скучно, в смысле это очевидно, по-моему. Ну-ка давай. Ну, с 90% вероятностью все называют Doom, Duke, Quake. Ну я еще Soldier of Fortune называл. То есть Doom, Soldier of Fortune и Quake. Нет, я не знаю, сейчас, ну вот я сейчас скажу три, которые я прям играл больше всего. Три твоих любимых? Ну вот, которые я больше всего играл, это да, это Doom, это Half-Life, да, пусть будет Soldier of Fortune, я даже пропущу Quake, я меньше в него играл, чем вот эти вот три. Кайфу. Но у меня это Wolf, Doom и Unreal Tournament. А он не 2000-го? Unreal Tournament 99-й год, он успел. Кстати, первый Unreal, вот вы много играли в него в то время? В то время нет. Я позже играл. В то время он ни у кого не тянул. Он не тянул, и его и не было ни у кого, я не помню, чтобы у кого-то был. Я вот рос среди пекарей, и ни у кого даже диска не было, никто о нем не говорил даже. То есть в Half-Life играли люди, хотя он тоже довольно требовательный был. Но вот первый Unreal, он как-то мимо всех вообще проходил, мне кажется. Я его первый раз вообще открыл для себя в компьютерном клубе, вот просто Unreal, когда уже все рубились сторонами. Серхи, кстати, вот ты как человек, который лучше всех запомнил прошлое, потому что жил без наркотиков, а... Эй, попрошу, я тоже жил без наркотиков. Да я шучу, да все мы жили вообще, наркотики это плохо. Почему так произошло? Я, кстати, тоже в Unreal познакомился после Unreal Tournament. Слушай, вот честно, я не знаю, я вот как-то не отследил эту фигню. Скорее всего, что-нибудь с доступностью дисков, как обычно было. У пирателей же по*** было. Ну, так речь про то, что, возможно, хорошая защита была, а с пиратить было сложно, например. Да, может быть. Я думал, что все упиралось в 3DFX, ускорители. Я вам даже больше скажу, что у меня был журнал, в котором говорили, вот скоро выйдет Unreal, и я его ждал. Я смотрел, нифига, там скриншоты были. Вау. И его, я его так и не видел нигде. Больше. Вот это интересно. То есть, у меня был достаточно крутой комп, то есть, реально, у меня Half-Life, там отличное шоу. И Nintendo рядом была, с Super Nintendo. С Super Nintendo, да, с Batman Forever на базе. И, короче, Sega, там все дела, но вот, Unreal ни у кого не было. У меня еще был друг, у которого был тоже очень крутой комп, даже круче моего, насколько я помню. Ему там прям купили, я помню, как раз под Half-Life. И, вот, и, короче, вот, у нее тоже не было Unreal. Хотя это вот шутерное у нас поколение, шутер был шутер, это считался прям вот топ-жанр. Круче ничего нет, то есть, в принципе, комп, игры на компе, это шутаны, все. И стратежки были? Ну, стратежки, да, еще согласен, да, там уже Age of Empires пошел, Command & Conquer, как AMD еще была, классная игра, довольно популярная была. Очень крутая была, я прям любил. Ну, она такая под Command & Conquer немножко закос, но тем не менее. Ну, там типа разные достаточно фракции были. Да, очень крутая была, я прям много в нее играл. Ну, да, ну, и прям шутаны, все играли в шутаны, у нас ребята все. И вот, конечно, Doom все равно все играли. в Doom, кстати, все равно возвращались. Это был такой Doom, Doom. В компьютерных клубах все фигачили в Quake. Да, в клубах уже, вот, кстати, с Quake больше всего я познакомился уже в клубах, то есть я у меня был первый, я в него довольно много играл, но он почему-то меня не так затягивал, как Doom. Ну, даже как Duke Nukem и Blood. Blood и Duke Nukem, вот, кстати, блин, вообще, я играл в них постоянно, вот, я их больше всего любил, наверное. Блин, Blood я безумно люблю. Да, вот, блин, я, наверное, тоже бы их назвал, конечно, в части трех. Больше Duke. Мне вообще, вот, на самом деле, трудно назвать им на три. Да, ну, я назвал так, первое, что пришли в голову, но вот Blood и Duke Nukem, они отдельно, конечно, вообще, настолько любимые были игры. Я в Shadow Warrior много играл, кстати. Shadow Warrior крутейший был, но я меньше в него играл. И в Heretic, мы Heretic его называли, помню, Heretic когда-то. Heretic, давай в Heretic был. И Hexen еще был тоже. Такой, прям, вот, этих поколений Doom-игры вообще, конечно, и они каждые, прям, вот, новые выходили. Бумер-шутеры. Бумер-шутеры. Ну, лучшие шутеры, я ничего не буду, даже забирать свои слова назад. Без преувеличения, мне кажется, это лучшие шутеры до сих пор. Ну, тут не поспоришь. То есть, все, что уходило после, это все, конечно. Ну, не, подождите, я крутого СМ сюда запишу. Лично для себя, хотя. А он, не знаю, он у меня тоже укладывается в эти рамки. Да, укладывается, вполне укладывается, да. Вилл Рок еще был, кстати, тоже хороший. Ну, он все-таки, мне Сэм больше нравился, чем Вилл Рок. Пейнкиллер. Rise of Triads. Вот ее, кстати, никогда не любил, если честно. Никогда не любил Rise of Triads, вообще. Я что-то вообще не понимал. Ну, блин. Ну, она дурацкая. По идее, был изначально Wolfenstein 2, а потом просто отозвали у них лицензию, и они такие, ну, значит, будет риада, а не нацисты. Что поделаешь? Все равно люблю. Вот у меня как-то с ней вообще отношения не сложились, не знаю. То же самое, то же самое. Я даже больше играл в этот Rebel Moon Rising, которая была. Вот, я даже в нее больше играл, чем в Triad. Ну, в этот Razer Triad. Последний был, помню, такой прям для меня, кроме Call of Duty, еще вот Soldier of Fortune 2, я помню, так много играл по сетке именно. На сайте Playground.ru был сервер, и я просто рубился там. У меня был ник Урод, и все говорили мне привет в чате Урод, когда я заходил на сервер. Знаете, какое-то чувство непередаваемое? Знаю. И пишешь пока всем, и все такие, пока, Урод. То есть там реально комьюнити было, мы играли в Soldier of Fortune 2. Такой кайф был. Я в него, правда, только в Соляну играл, но я, его я задрачивал. Даже стелс-миссию пытался пройти по стелсу. Обожаю эту игру, она такая сложная, кстати, она такая длинная, беспринципная. Длиннющая, просто длиннющая, бесконечная. Как же РПГ от мира шутеров. Реально. Не оправданно. Окей, ну, я к тому, что уже просто обсуждение дум превращается. Потом шутеры переродились во что-то другое, что я что-то уже не очень воспринимаю. Наверное, я вот здесь. Ничего, сейчас возрождается жанр бумер-шутера, типа, даст тот же самый Ammit Evil и вот это все. Там же до хрена все, вот там продавился какой-нибудь. Нет, это откровенно throwback шутеры, которые стилистические, а какой-нибудь Bulletstorm, что, неплохо будет, Кирюша? А это какой год-то? Восьмой полный? Да, типа того. Ну, это еще было норм, да, хотя его не прошел в итоге, честно скажу. Я его раза два прошел. Я первый раз в него играл, когда у кореша я что-то прям вообще не распробовал, мне не понравилось жутко, а потом зачем-то дома себе поставил и как понял, вот не понимал, не понимал, а потом как понял и как я от него проперся и плакал потом вместе со всеми, что второй части нету? Десятых годов Ки лучший шутер десятых годов назовите. Ну, Doom. Ну, да, Doom. А еще, вот какие были еще шутеры прям крутые, популярные? Throwback шутеры, которые... Кроме throwback, ну вот именно вот, блин, в десятых чем был с жанром шутер, кроме Doom'а? Так, подожди, а Modern WoW это у нас нулевые, правильно? Ну, да. Ну, то есть, опять же, колда, Doom, был ли какой-то оригинальный, не знаю, шутер? Мне что-то прям интересно стало, я еще библиотеку открою, погоди. То есть, прям вот, мне кажется, жанр какой-то момент прям вздох. Биошок. Как? А, Биошок, кстати, Биошок, вот, да, и Infinity, это как, тоже был довольно известный штука. А вот то, что я прям сходу увидел, по крайней мере, да. А Биошок первый вышел когда, кстати? А, типа, 2007-й или 2008-й, где-то там. Нулевых? А Кирилл про 10-й спрашивает? Infinity 2013-й. Нет, я имею в виду оригинальное как-нибудь, хотел что-то оригинальное? Hard Reset? Или он тоже в нулевых был? Hard Reset, по-моему, 11-го подходит. Вот, кстати, Hard Reset, он волны просто никакой не поднял вообще, а он приятный, он очень приятный. Весьма такой. Но он тоже больше в стиле столдов, мне кажется, правда ведь? Абсолютно, абсолютно, он такой... Metro 2033. Ой, ну это я не понимаю вообще в принципе, но может быть окей, это я не врубаюсь. Я в итоге с горем пополам распробовал, он неплох. Один из лучших, наверное, шутеров из Восточной Европы. Наверное, может и лучший, но я что-то вообще не могу покатиться в это. Но это мои проблемы, наверное. Я понимаю, что у него огромная фан-база, и люди кайфуют. Rage еще был, кстати, вот. Блин, Rage, точняк, особенно второй. А первый вышел в десяток, да? В одиннадцатом? Типа того, или одиннадцатый, или двенадцатый, что-то такое. Первый рейдж, он, кстати, считался же провальным, когда вышел, правильно? Ну, не прям провальным, но типа слабеньким. На фоне остальных игр это It. Сталкер еще был, напомню. А Сталкер тысяч седьмой, ладно. Ну, вот как-то получается, что Doom, опять же, возродил какой-то интерес к шутерам. Новый Doom. Ну, нет, я, наверное, тут не могу сказать, что сейчас прям после Doom 2016 года, что, поперли прям шутеры? Ну, не поперли, наверное, да. Ну, просто вот я так просто размышляю, походу. Вот Doom Eternal, кстати, достаточно большую волну всколыхнул и поднял тему про вот такие ареношутеры синглплееровые, типа как, ну, как пейнткиллер. Вот он, возможно, сможет что-то дать людям, но опять-таки волна не настолько мощная, чтобы начали прям фигачить все студии, все равно это будут какие-то больше, ну, скорее инди-игры или среднего сегмента. Ну, в Трипл-А с шутерами соваться сейчас может не каждый. В основном это делают id Software, почему? Потому что они на этом сделали себе все. А Хейлы же еще получается, да? А, точнее. Да, это с нулевых, но я имею в виду, что довольно громкие там части выходили в десятых. Fear, блин, тоже нулевые. Fear, все лучшее у Monolith, это нулевые и Condemned, и Fear. Кстати, Fear тоже я бы назвал в числе уже классических шутеров. Ну, какой, 2005-й. Но это уже не классика, это уже у Monolith очень интересный подход, это уже Reinvention такой. Они очень сильно переработали. Да, это как бы, да, я понимаю, ну вот для меня, именно как вот в сознании, для меня это вот протяженность Doom, Fear, в принципе, вот. Великие шутеры, то есть вот, знаешь, в ходе это все. Слушай, а будь тебе 50-й будешь говорить, ну, Modern WoW, да, это один из любимых классических шутеров. Ну, да, да, ну, кстати, отличная игра вообще. Слушай, ну, к тому времени у меня и правда будет классика, чё? Да, она и сейчас классика. Ну да, одна из лучших Call of Duty, может лучше, не знаю. Я думал, что только у меня, а потом с удивлением нашел в мемах, что действительно для многих вот эта заставочная фраза 50 000 people lived here, она у всех вызывает одинаковые ассоциации, и я думаю, вау. Да, не, почему-то это прям реально очень круто зашла эта игра. Я в онлайне очень много играл, у меня. Крутая была вообще игра. При всей моей нелюбви к онлайну, кстати, в Modern Warfare я тоже по сетке рубился. Там все хвалили онлайн. Отличный онлайн был. Там была, помню, очень маленькая карта с кучей контейнеров, вот я на ней очень часто играл. Там ночь, как угорела, и на нож всех садишь очень хорошо. Да, да, кстати, вот это весело было. Я в Call of Duty, кстати, онлайн со второй части играл, между прочим, с Call of Duty 2. Короче, надо про каждый шутер писать подкастик. Да. На полчаса. Да, согласен. И хорошо будет. Спасибо вам большое за тейки. Я считаю, что несмотря на то, что думы и разговоры о нем вырезаны от и до, и толком ничего не скажешь, у нас получилось что-то помимо фестиваля воспоминаний. Я просто дежурно напомню на то, что пушкинисты до сих пор существуют как профессия. Так что, мне кажется, продумывай, в чем копать и копать. И постоянно, да, находишь что-то новое. Не, но это спецы, которые, понимаешь, делают ресерчи, у нас же, ну, прямо, скажем, такой прям ресерческий подкаст, где мы фигачим факты. По архивам не ходили. Да, то есть это не, типа, не 30 вещей о Дум, которые вы никогда не знали от главных idsoftware-сов России. Вот, и тем не менее, ну, мне кажется, мы взяли парочку непростых вопросов, чтобы поставить их в ребре. В общем, все зумеры гоу играть в Дум. Ну да, вам там должно понравиться. Там тяжело не понравится. Там хорошо. Его сейчас не надо запускать через какой-то дозбокс. Не через дозбокс, а через этот, господи. Да через что угодно, он везде сейчас есть. Через что запускали раньше в Аднике? Ну, я до сих пор запускаю через JZ Doom, если ты о нем. Вот, да, да, да. Самая удобная штука, на самом деле, до сих пор. Сейчас он не нужен. А все равно удобнее, чем даже официальные лаунчеры все. Почему? А через Steam? Чего тебе не запускается? Ну, в Steam он просто запускает базовую версию, там не очень хорошо. А там тебе из коробки сразу на васт, на управление заточено, мышка работает, и вот это все. Слушай, ты хочешь, чтобы зумеры и в Doom играли, еще и через этот, через JZ Doom, ну, очень много требований для современного чувака. Да, не знаю, там, типа, ты скачал маленькую пробу, в нее вадника играешь. Это не звучит, как что-то сложное. Блин, само слово вадник уже звучит, как будто ты проклял кого-то. Блин, что такое вадник? Это что, флоппи диск надо где-то искать и понимать, куда его засунуть? Люди не знают, что такое флоппи, понимаешь? Я, кстати, блин, всем спасибо. Все комментарии, предложения, мысли и, собственно, ностальгические воспоминания можете засунуть, сами знаете, куда то есть. Коммент-секцию. А у меня все. Всем пока. Играйте в Doom, не пожалейте. Всех целую, пока. Играйте в хорошие игры. Субтитры сделал DimaTorzok